Новшество не работает так, как хотелось бы. Введённая с 1 июля уголовная ответственность для водителей за повторную езду в пьяном виде пока не приносит желаемых результатов. Статистика гласит, количество выпивших и севших за руль уменьшилось на 25%. По области за 9 месяцев выявлено 5000 таких водителей. Часть из них, по идее, должна была оказаться за решёткой. В реальности же картина получается немного другая, и полиция этим недовольна. С 1 июля по 9 октября наши сотрудники ГАИ области задержали 302 таких водителя. Приговоров вынесено 24 на сегодня, обвинительных приговоров. Только в единственном случае у нас есть реальный срок лишения свободы. В основном из всех приговоров, основная масса, это исправ работы, там от 150 до 300 часов, и штрафы. Штрафы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Только на прошлой неделе, чтобы избежать наказания, нарушители давили педаль газа. Но скрыться от полицейских не удалось. Например, вот этому водителю рейндж-ровера. Он врезался в забор областного УВД. А в Коврове дорожные полицейские, чтобы остановить газель, применили табельное оружие. Конечно, в большинстве случаев гонки заканчиваются победой стражи порядка. Резумировал Александр Новиков. Однако бывают и исключения. Гонялись, например, за кировцами. Представляете, кировец трактор. Вот в советские времена были с такими колесами. Да, вот мы его гоняли и расстреливали все, что можно. Но пока у него там спускают колеса, значит, он уезжает там по полям, по лугам. И уходили такие. Еще один момент, который тревожит сотрудников ГАИ – муниципальные программы по безопасности дорожного движения. Понятно, что бюджеты многих небольших населенных пунктов не позволяют оборудовать пешеходные переходы согласно европейским стандартам. Но вот сделать освещение возле «Зебры» вполне реально. Однако порой власти на местах этим пренебрегают. Только во Владимире дорожные полицейские вынесли 200 предписаний администрации по устранению подобных нарушений. Мы заставляем их делать уже с точки зрения реализации наших надзорных полномочий. Когда освещенность недостаточна, когда знака не хватает, это даже не то, что просьба, это исключительные требования, которые мы настаиваем, которые мы отслеживаем. И в некоторых случаях с помощью прокуратуры и судов добиваемся этого. Кстати, в ноябре в области пройдет большая профилактическая работа по повышению безопасности дорожного движения. Проект международный. И 33-й регион стал одним из трех его участников.